27 декабря глава региона Игорь Руденя провел заседание правительства, на котором рассмотрели проект адресной инвест-программы на 2022-2024 годы. Подробности у Натальи Чекет. Основными направлениями реализации адресной инвестиционной программы в ближайшие три года являются дорожное хозяйство, туризм, здравоохранение, образование, коммунальное хозяйство и газификация. Всего в программу с 2023 по 2025 годы включено 62 объекта в 18 муниципальных образованиях области. Общий объем финансирования составит более 37 миллиардов рублей. Очень важно, что есть переходящие объекты. Это Западный мост, детская областная больница. Кроме того, туда включены объекты, которые будут реализованы. Это наш речной вокзал в городе Твери. Кроме того, это наши объекты дорожного хозяйства. Это Хорда, Северный обход Твери, Бижицкое шоссе. Это наши дороги на территории области, которые позволяют соединить трассу М-11 с Завидово, с нашей регуляционной зоной. В сфере здравоохранения в адресную инвестиционную программу вошли строительство детской областной клинической больницы, Бижицкой, Балаговской ЦРБ, детских поликлиник в Кимрах, поликлиники в Старице. В сфере образования это новые школы в Твери, Максатихе, деревни Вахохино, детские сады в областном центре и в Вышнем Волочке. Среди спортивных объектов крытый футбольный манеж, спортивный центр по видам гребли на Волге в Твери и гребная база на Тверце. Конечно же, включили все наши объекты спортивные. Это и бассейны в четырех муниципальных образованиях, которые мы должны сделать. Это бассейны Кашин-Калязин, это город Бежицк, это Кимры. В раздел жилищно-коммунального хозяйства программы вошли проекты реконструкции очистных сооружений. В Твери и Торжке строительство очистных в Старице. Заявлен ввод нескольких газопроводов в Калининском, Санковском районе, Зубцовском, Лихославльском, Киморском, Ржевском, Осташковском округах. Оленино, Максатихе, Нелидове и Бежицке. Также по программе построят оболочно-модульные котельные в ряде муниципалитетов. Продолжение следует...